В ходе развития ряда распространенных заболеваний сетчатки, таких как пигментный ретинит или возрастная макулярная дегенерация, происходит гибель фоторецепторных клеток, палочек и колбочек. При этом другие нейроны сетчатки, то есть биполярные, амакриновые, ганглиозные клетки, сохраняются. Однако такая сетчатка теряет свою основную функцию, поскольку пропал светочувствительный рецептор. И помимо таких подходов, как использование электронных микрочипов, трансплантации ткани или оптогенетики, также возможен оптофармакологический подход к решению этой проблемы. Он заключается в введении в сетчатку неких малых светочувствительных молекул, которые связываются с ионными каналами на мембране выживших нейронов. Те, в свою очередь, становятся светоуправляемыми. И вполне можно ожидать восстановления некой эфирентной сигнализации от сетчатки к центральной нервной системе. Вкратце о механизме действия этих фотохромных блокаторов ионных каналов. Показано, что они действуют, попадая в внутриклеточную среду, например, через АТФ-управляемые рецепторы P2Х. Далее они связываются с внутриклеточными доменами ионных каналов. И в темновом состоянии они блокируют пору ионного канала. При освещении светом с некой конкретной длиной волны происходит изомеризация, переход цис-транс, например. И, соответственно, блок снимается и становится возможен ток ионов. Для цели протезирования дегенеративной сетчатки изначально разрабатывались соединения, призванные связываться конкретно с потенциалозависимыми калиевыми каналами. Однако в дальнейшем, в ходе нескольких экспериментов, было выяснено, что на самом деле в сетчатке все немного не так, как в культуре нейронов или, например, в культуре клеток хех, экспрессирующих калиевые каналы. И, попадая в дегенеративную сетчатку, они связываются и с натриевыми каналами, и с управляемыми циклическими нуклеотидами, HCN-каналами. А с калиевыми вообще могут не взаимодействовать. На данном слайде приведены некоторые синтезированные уже к настоящему моменту фотохромные блокаторы. Они все основаны на молекуле азобензола, имеют якорный домен, как раз вот этот тетраэтиламмоний, призванный связываться с внутриклеточными доменами калиевых каналов. И они имеют самые разнообразные спектры поглощения, все где-то в видимой области спектра. Важный момент заключается в том, что к настоящему времени лишь несколько из них, буквально по пальцам можно пересчитать, были протестированы в экспериментах именно с дегенеративной сетчаткой. На трансгенных мышах, с нокаутной по гену фосфодиэстераза, у которых наблюдается наследственная дегенерация конкретно фоторецепторов. И в то же время, как я упоминал ранее, есть некая неопределенность, некая непредсказуемость того, как эти соединения будут себя вести в сетчатке, которую сложно предсказать, основываясь только на данных, полученных на культурах. Поэтому возникает следующая проблема. С одной стороны, эксперименты на трансгенных мышах, всесторонние, с записями и от сетчатки, и от зрительной коры, и, скажем, поведенческие эксперименты, это все довольно нелегкие, сложные протоколы. Это занимает много времени и зачастую средств тоже. Но, с другой стороны, иметь некую простую модель именно сетчатки тоже необходимо, чтобы иметь несколько более реалистичную картину того, как эти соединения связываются, с какими каналами и в каких клетках. Соответственно, задача данной работы заключалась в отработке моделей фоторецепторной дегенерации сетчатки, которые были бы пригодны для быстрого массового предварительного скрининга вот этих фотохромных блокаторов. То есть эти модели максимально простые, они призваны именно отвечать на вопрос, в принципе, работает такой фотохромный блокатор или нет. То есть это позволяет быстро отсекать соединения, которые по каким-то причинам, связанным с их структурой, не могут зайти в клетку, не могут связаться с каналом или что-то подобное. Соответственно, было разработано две модели. Первая предполагала механическое удаление фоторецепторов, вторая – инъекции глаз животным антибиотика туникамицина. При этом в качестве экспериментальных животных были выбраны амфибии, озерные лягушки. Это обусловлено тем, что сетчатка амфибии работает на самом деле гораздо проще, она гораздо менее требовательная, чем сетчатка теплокровных. И она способна выдержать довольно жесткие воздействия, как механические, в частности, отрывания фоторецепторов, так и воздействия химических агентов. То есть у нас будут погибать фоторецепторы, но другие клетки вполне будут оставаться жизнеспособными. Итак, здесь я расскажу про модель первую. Собственно, она довольно простая и основана на простой идее. Наружный сегмент фоторецепторов, в котором сосредоточена вся клеточная машинерия, ответственная за фототрансдукцию, за восприятие света, соединен с внутренним с помощью очень тонкой и легко обламывающейся реснички. И, соответственно, если просто сетчатку наслоить между двумя кусочками фильтровальной бумаги и аккуратно снять верхний слой, на нем останется подавляющая часть всех наружных сегментов. Останутся, может быть, какие-то буквально единичные островки, но в целом это можно считать успешной моделью дегенерации. И главное, очень простой в получении. Соответственно, видно, что до проведения таких манипуляций в ответ на свет, на яркую вспышку, сетчатка выдает довольно большой электрический ответ со всеми ожидаемыми компонентами ретинограммы. После удаления наружных сегментов, соответственно, реакция на свет практически полностью пропадает. Вторая модель подразумевала инъекции антибиотика туникамицина, растворенного в диметилсульфоксиде, в один глаз животному. Второй глаз служил контролем, туда вводился чистый растворитель. И контроль процесса дегенерации осуществлялся, во-первых, с помощью прижизненной регистрации электроретинограммы от наркотизированного животного. И после того, как ответ на свет пропадал, несколько сетчаток использовались для приготовления препаратов для световой микроскопии. Далее полученные модельные препараты сетчатки и модель 1, и модель 2 проверялись с помощью регистрации ретинограммы от уже изолированной сетчатки в камере с перфузией раствора рингера. Сначала отводились ответы в чистом растворе, чтобы показать, что действительно ответ на свет пропал у таких сетчаток. Далее проводилась инкубация с фотохромным блокатором с известными свойствами в концентрации 1 ммоль. И, соответственно, проверялось, что осталась реакция на свет. Собственно, фотохромный блокатор — это очень важный момент, поскольку для проверки модели нам нужно было вещество уже проверенное. И нами было выбрано вещество. Одно из немногих, которое было проверено на трансгенных мышах, это вещество на основе азобензола, называется ААК. Оно меняет конформацию под действием света 365 нанометров. Ближний ультрафиолет, соответственно, при освещении ультрафиолетом, ионные каналы, с которыми он связывается, должны открываться. Для этого вещества показано, что оно возвращает светочувствительность мышинам сетчаткам после инкубирования, а также при его инъекции стекловидное тело у животных восстанавливается зрачковый рефлекс, а также появляется реакция избегания света. Далее коротко о наших результатах по контролю процесса дегенерации для второй модели. Как и ожидалось, регистрируя ретинограмму от наркотизированного животного с интервалами в 7 дней, мы получили, что контрольный глаз, который вводился, диметилсульфоксид, в целом своего поведения не менял, его чувствительность к свету оставалась прежней, стабильно выдавались хорошие большие ответы. В то время как глаз, в который вводился антибиотик туникамицин, в нем амплитуда ответа постепенно падала, и к третьей или второй неделе реакция на свет пропадала совсем. Далее несколько таких сетчаток было использовано для изготовления препаратов для световой микроскопии. Соответственно, на левой картинке видно, что в контрольном глазу наблюдаются все ожидаемые слои сетчатки и фоторецепторы. Самое главное, вот их наружные сегменты. А в препарате глаз, в который вводился туникамицин, фоторецепторов нет. Соответственно, мы получили то, что хотели, наша модель нас полностью устраивает и готова к тестированию. На этом слайде приведены ответы сетчаток, полученных с помощью обеих методик в чистом растворе рингера. Видно, что при стимуляции с зеленым или ультрафиолетовым стимулом реакции на свет либо не наблюдается, либо остается некая остаточная амплитуда всего несколько микровольт. Видимо, связано с несколькими отрывавшимися наружными сегментами. После инкубации в растворе ААК появилась явно светочувствительность. В частности, она выражалась в том, что при освещении ультрафиолетом у нас наблюдается гиперполяризация, изменяется транссетчаточный потенциал, и это изменение продолжается в течение всего периода засветки. А после того, как стимул прекращается, сигнал остается на прежнем уровне. Он не релаксирует к своему изначальному состоянию. Стимуляция с зеленым светом, как и ожидалось, не привела к развитию ответа. Далее. Коротко о свойствах некоторых вот такого ААКа-посредованного ответа. Самое важное, пожалуй, это то, что вот здесь написаны интенсивности, которые требовались для получения ответа. Это гигантские значения, это уже близко к пределу природных освещенностей, то есть это что-то близкое к взгляду прямо на солнце в ясный день. И интенсивности меньше, то есть уже 10 в 6, 10 в 7 ответа не вызывали никакого. Также, несмотря на то, что видно, что есть некая зависимость, амплитуда ответа от интенсивности стимула, как-то это глобально проанализировать, построить кривой ответ интенсивность, не представляется возможным, вот в связи с упомянутой, ну и выше, проблемой, то, что потенциал после выключения стимула не релаксирует к своему исходному значению. Таким образом, у нас несколько стимулов подряд просто постепенно изменяют потенциал, сейчас все сильнее и сильнее гиперполяризуется, и в какой-то момент изменение потенциала в ответ на засветку просто пропадает. То есть с каждого такого препарата можно записать всего несколько ответов. И, соответственно, выводы по нашей работе следующие. Оба приведенных подхода позволяют получить рабочие модели, генерирующие сетчатки, которые можно использовать уже для массового скрининга новых разрабатываемых фотохромных блокаторов. Опять-таки, именно для отсеивания абсолютно непригодных для работы, которые, в принципе, не имеют потенциала, разумеется, для анализа каких-то особенностей кинетики и связывания уже необходимо с веществами, которые хоть как-то умеют придавать светочувствительность, вот таким моделям переходить к исследованиям на млекопитающих или даже приматах. Подготовка препаратов сетчатки с туникамицин-индуцированной дегенерацией, конечно, более сложна, но она позволяет учитывать некие морфологические и молекулярные перестройки, которые происходят в сетчатке при постепенной дегенерации. Соответственно, модель с механическим удалением рецепторов, она такого преимущества не имеет, но, с другой стороны, это самый простой и быстрый способ, как вообще получить дегенерированную сетчатку. Даже ждать не надо, пока там разовьется дегенерация. А полученные нами результаты его действия соединения акт на ретинограмму согласуются с полученными ранее, в 2012 году, результатами, согласно которым, это соединение способно придавать дегенерировавшие сетчатки светочувствительность в области ближнего ультрафиолета. Конечно, ААК уже, это, скажем, прошлый день, уже разработаны новые соединения с лучшими свойствами, более быстрой кинетикой, более долгим временем жизни в сетчатке, ну и с поглощением все-таки не в ультрафиолетовой области, а видимой. Я хотел бы высказать благодарность коллегам. Это группе под руководством Михаила Николаевича Рязанцева из Академического университета РАН, они, собственно, синтезировали для нас соединение ААК и сейчас продолжают снабжать нас новыми фотохромными блокаторами, которые мы с помощью этих моделей тестируем. И коллегам своим из Института эволюционной физиологии биохимии Сеченова это Астахова Любовь Александровна, Ситникова Виктория Сергеевна, Михаила Леонидовича Хирсов. И отдельно я также хотел бы поблагодарить Виктора Исаевича Говардовского за его многочисленные консультации по методическим вопросам касательно как электрофизиологии, так и световой микроскопии. Благодарю за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно, правда. Действительно, вопрос у меня, правда, к релаксации в темноте. Дело в том, что вот эти структуры, они релаксируют довольно быстро, когда вы даете просто свет, зеленый свет. Нет, просто видимым светом, они релаксируют и обратно. Вы делали это? Да, мы это делали. Здесь просто картинка не приведена. У нас есть, на самом деле... Почему у вас это не получается, здесь не показано? Ну, да, здесь не приведена картинка, но есть у нас точно такие же записи для... Тогда проблемы нет, просто вы говорите, проблема, что в темноте. А, нет, у нас не получилось, если давать зеленый вместо темноты. Они не релаксируют. Тогда это очень странно. Это действительно с кем... Это первый вопрос. Второй вопрос, каким образом это проникает внутрь мембраны, потому что это структура внутрь клетки, потому что вы предполагаете, что это работает изнутри. Это довольно... Проблема большая. И третья проблема – это просто неиспецифичность, потому что у вас там тетраэтиламоний, он действует со салхолиновым каналом, с рецептором, он действует с очень многими структурами. Я знаю эти работы, которые были в Публиковой, Мариотта и других, которые... Вот и у меня-то тоже к ним, так сказать, те же самые претензии, которые могли бы быть. Но это не к вам. А по поводу релаксации, это я не понимаю. Ну вот, мы сами были несколько удивлены такому результату. Я вообще-то знаю эту работу не первый раз. У меня только простой вопрос. У вас это что, встраивается куда-то ваш этот краситель? И если взять какой-нибудь вообще для контроля другой краситель, метиленовую ячинку, будет ответ типа этинограммы? Понимаете мой вопрос? Ну, как контроль. Нет, метиленовый синий, конечно, окрасит, но ответа, по идее, быть не должно. С чего? Надо попробовать. А чем он будет обусловлен? Она тоже связывается как-то с каналами? Соединение? Некая краситель, правда? Да. Встраивается он или не встраивается? Мы не знаем, да? Да. Но если взяли на контроль какое-то другое вещество, метиленовую ячинку, например. Которое окрашивает, но… Будет то же самое или нет? Такого мы не проверяли, да. Знаете, у меня вот такой вопрос тоже возник. Может быть, я что-то не понял. Правильно ли я понимаю, что чтобы работало это соединение, канал должен быть все время открыт? Что поскольку при освещении это фотохромное соединение, канал разблокирует, да? То значит, он должен быть все время открыт. И тогда что это за каналы вообще? Ну вот, да, с этим моментом тоже есть некоторые проблемы. Я много старался анализировать литературу по этому вопросу, и везде вот этот момент как-то упускался, а за счет чего каналы, изначально потенциал зависимый держатся открытыми. Просто, не знаю, либо авторам это было как-то очевидно, либо они это просто пропускали, но, с другой стороны, явно для нескольких вещей сейчас показано. На культурах клеток, которые только калевые вот таких потенциалозависимых каналов экспрессируют, что, в принципе, не обязательно проводить какую-то насильственную деполяризацию, они действительно будут вызывать ответы. Есть фоновая проводимость у этих каналов, да? Судя по всему, да. Которые эти фотохромы блокируют, и при освещении они ее разблокируют. Ну, это видится наиболее пока что адекватным объяснением. Понятно. А вот еще второй такой вопрос. Если говорить о какой-то потенциально клиническом применении, то как часто нужно будет вводить пациенту вот эти фотохромные соединения? Да, это одна из характеристик, которые, скажем так, каждом последующем поколении этих веществ стараются улучшить. Вот для соединения АК, это вот самое первое вообще проверенное, оно показано, что функционирует в течение нескольких дней, потом все, необходимо вводить новые. Разработанные сейчас соединения, насколько я знаю, до нескольких месяцев способны жить, ну и продолжают улучшаться. В клинику пока, по-моему, ни одно не ввели, но, скажем так, это можно улучшать. Это растяжимое. Ясно. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда спасибо. И мы переходим.